Дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости канала Любимого ТВ, всех рада приветствовать! С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Давайте посмотрим, что он хочет от отношений и чего он боится. Чего он хочет от отношений в целом и от вас конкретно. Загадывайте вашего партнёра, подумайте о нём хорошенько, расслабьтесь. Желательно смотреть видео от начала и до конца. Кто желает обратиться на индивидуальный приём просмотра, осмотрю я экстрасенсорно. Ну и также пользуюсь для считывания информации картами Таро и другими магическими инструментами. Информация для вас под видео. Итак, начинаем. Мужчина. Каков он? Что с ним сейчас в целом? Итак, девочки, мужчина, который не любит действовать торопливо. Прежде чем что-то сделать, он подумает о целесообразности своих телодвижений. Вообще, для чего ему это нужно? Неспешный. Или он пришёл к этому выводу, да, какие-то были жизненные уроки. Или это нужно таким родиться, да, что он смотрит девочке наперёд. И там, где выше головы не прыгнешь, он не будет лишний раз никаких делать поступательных движений, скажем так. Смотрите, двойка. Пентаклей. Человек, который умеет лавировать в обстоятельствах. Не будет он идти на пролом. Достаточно дипломатичный. И, опять же, ищет выгоду. Рыба, где глубже, человек, где лучше. Это про него. И смотрим ещё. Мы видим здесь королева мечей. У кого-то проиграется эта бывшая или та женщина, которая портит ему нервы, находится вблизи или же она не уходит пока из его поля. Также это могут быть обстоятельства, которые приносят ему различные неудобства. Это тот человек или те жизненные ситуации, обстоятельства, которые не настраивают человека на нужный приятный лад. Он чувствует, что им пользуются или его пытаются использовать. Давайте посмотрим, вот это надумано вообще в нём или что это? Что за страхи? Скорее всего, посмотрите, есть такой момент, что есть пресещение от того, что люди, противоположный пол, пытаются этого мужчину использовать. Всё-таки он так думает. И, скорее всего, не безосновательно, потому что нет дыма, без огня. И мы видим, что этап вот с этой женщиной или этап отношений, который не приносит ему удовлетворения, он чувствует, что он только вкладывается и вкладывается, что его действительно пытаются развести чувствами, но на самом деле ему там становится скучно. Либо он интересен за счёт своих финансовых возможностей. Возможно, с этим человеком интересно показаться в обществе. То есть довольно-таки статусный мужчина здесь должен быть. Так вот, здесь, знаете, как, вот опять же, котёл, в котором варится некое зелье. И мужчина боится, девочки, различного воздействия. То есть он всерьёз и может быть напуган, если женщина красива, и он чувствует к ней тягу. Он может думать, что она колдует, что она выражит, а то и действительно пытается к нему пробраться в карман. Вот нам здесь всё-таки область страхов показывают. И повторяется, здесь и король, и королева мечей вышли. То есть, в принципе, сам человек достаточно жёсткий и очень авторитарный. И любит, чтобы было так, как хочет он или так, как скажет он, как решит он сам. Ему нужна в отношениях новизна. Ему нужен свежий ветер перемен. Нельзя сказать, что человек избыточно импульсивен, коварен и любвеобилен. И тем не менее, он в одной женщине. Если в одной женщине будут сочетаться качества различные, которые будут его как-то эмоционально переключать, ему будет интересно. Но ещё если он будет спокоен за свой кошелёк, то, скорее всего, он почувствует большую расслабленность. Он сможет расслабиться и почувствовать своего человека рядом. Близкого по духу, близкого по заработку, близкого по социальным направлениям. То есть, знаете, здесь, грубо говоря, как-то идёт одна ниша. То есть человек ищет себе подобную подругу, себе равную в том, что не должно быть проблем больше, чем у него. Кошелёк заработок, конечно, может быть меньше, но женщина всё равно должна соответствовать. То есть ему нужна стабильность и эмоциональный комфорт. И, скорее всего, мужчина, он выбирает, он никуда не торопится, он не спешит. Достаточно соискательниц на его руку и сердце, чтобы ему выбирать и ему думать, с кем он и как он. А вот теперь давайте ещё. Выжидает, не торопится. Чего он хочет от отношений, явно. Чего ты хочешь, друг наш дорогой, от отношений? И чего ты боишься? Что может тебя успокоить? Мужчина хочет отношений. Пятёрка мечей. Во-первых, чтобы его уважали, почитали, считались его мнением. То есть мужчина должен быть главный. Видим, что информация не разнится. Идёт подтверждение уже сказанному ранее. То есть человек авторитарен, и он требует безоговорочного к себе внимания, уважения. В некотором роде подчинения. Но тогда, когда, видите, здесь женщина, она добровольно отдаёт меч ему. Можно сказать так, скипотр держав в его мужские руки. Чего ещё он хочет от отношений? Чтобы всё было с чувством, с толком, с расстановкой. Он будет долго ждать, он будет долго соизмерять. Нужно, не нужно. Долго принимать решения. Но если он расслабится, то вот эта скорость измедленного, то есть опять же, по типу долго запрягает. Потом он сделает резкий скачок. Он может очень быстро начать ускоряться. То есть по его ускорению можно будет видеть динамику ваших отношений или вообще любых отношений. То есть если ему интересно, если он расслаблен, если он чувствует себя хозяином, то он как-то, знаете, он выходит из медлительности, из зоны комфорта и своей начинает больше активничать. Но смотрите, хочет он ясности и понятности. Он хочет, чтобы женщина также принимала какие-то решения, чтобы не утяжелять отношения, чтобы всё было более-менее понятно. Потому как мы видим сомнения, и иногда хочется, чтобы всё решилось само собой. То есть вот этих ситуаций в его отношениях особо сложных быть не должно. Вот всё должно быть чётко и понятно. Опять же, по его авторитарности сказал, должно быть сделано. Он расслабится, тогда он начнёт что-то делать. Но в его поступках с вашей стороны или со стороны любого другого человека женщины, девушки, его приятельницы или той женщины, которая хочет с ним создать какие-то отношения, или чтобы он обратил на неё внимание, не должно быть явных сомнений, пререканий и во всяком случае, знаете, мериться с ним мужскими достоинствами, которых у женщин нет априори. Вы понимаете, о чём идёт речь. То есть здесь мы видим, должна быть женственность, женственность, хитрость и мудрость. Но хитрость, хитрость и рознь. Мы видим, что он уже где-то столкнулся и, в принципе, очень похож на него типаж женщины, которых он избегает. То есть расчётливые, неизворотливые, в этом плане хитрые. Но мы говорим о женской хитрости, а может быть даже мудрости и некой хитринки. Когда лучше промолчать? Ну, вы знаете за себя, за собой правду, что вы и правы. Но лишний раз лучше, ну, знаете, как красиво промолчать. Сказка есть про ковшик воды. Набираю в рот этой воды и держу. Вместо того, чтобы что-то сказать и ответить, да, когда наступает ссора. Девочки, такой формат не всем подойдёт. Но здесь у вас ещё тот субъект, да, ещё тот типчик. Давайте посмотрим, чего он боится. Видите, он боится вероломности. Он боится неискренности, подклада свиньи и всего прочего негативности. Вот здесь неискренность — это недоверие. Человек вообще очень сложно, знаете, должен расслабляться и сложно получить его доверие. Внимание, возможно, можно, да, а вот доверие, что-то у него здесь какой-то большой пунктик. И, знаете, это всё-таки какая-то кармическая. Это серьёзная травма, можно даже сказать, или его проработка. Сталкивался и сталкивался не раз, возможно, сам. Где-то он перемудривает, да, и поэтому боится, вот когда рыло в пушку, говорят, да. То есть, очевидно, он ожидает от других то, что может сделать сам. Ну, то есть, вы знаете, женщинам, в принципе, особо он не верит. И его страхи — чувства. Его страхи — это романтика. Почему-то у него здесь есть пунктик, у него что-то, здесь есть какой-то бзык. Есть свой особый пунктик. Вы знаете, он боится открытости, он боится, повторюсь, доверия, доверять. И боится он девочке влюбляться. Он боится истинных чувств. Он может включать холодного сухаря или же, может быть, красавца затмевающего сердца. Не знаю, но разным может быть. Может быть, вообще неприступным каким-то холодным. Потому что у него глубоко в тайниках, в его подсознании есть некий урок, полученный с предательством, неискренностью. Подстава какая-то была. И теперь здесь мы видим страх любви и страх сближения. Что может помочь? Что может помочь? Как здесь, возможно, лучше выйти из ситуации и добиться расположения, может быть, мужчины, или так, чтобы он расслабился. Давайте смотреть. Показываю вам в камеру немножечко. Смотрите, во-первых, вы должны быть какие-то… Вы должна сама быть неординарной Личностью. Безусловно, харизматичной. Есть некие воспоминания у человека о предыдущем опыте. Противопоказана не просто манипуляция, а у вас репутация, если вы, допустим, в одном коллективе или сами по себе должна быть такова, что вы никогда не влезаете в сплетни, ссоры, какие-то войны, побороться за мужика. Какая-то конкуренция, какие-то женские хитрые штучки, типа, знаете, когда инстинкт охотника мужчина включает, что есть кавалеры и за вами ухаживают, то есть его это никак на вашу сторону не завернёт. Скорее всего, знаете, вот здесь идёт отзеркаливание. Знаете, самое интересное, что ему не нужны проблемы больше, чем у него со стороны женщины, да, и тем не менее его заинтересует женщина-интроверт, та, которая не будет на показ выставлять свои достоинства. То есть здесь действительно нужен какой-то неординарный подход, и здесь вот не так, как все сработает. То есть можно быть прекрасной, красивой, шикарно выглядеть, но это не будет главным, то, что повернёт этого человека. Вот здесь прям идёт какая-то изюминка, какая-то скользящая ностальгия. Королева мечей нам показывают. Для чего тебя показали? А мы видим то, чего человек боится. Из-за такого типажа женщин, который уже был, которых он избегает, это активных, очень умных женщин, хитрых, продуманных, кокетливых, но, знаете, стремящихся к своему личному успеху через мужчин. Та, которая идёт по головам. Вот он лишился некого успеха, уважения или его репутация была нарушена. Не делает он активных действий больше. Понимаете? Здесь был некий урок у человека. Если вы знакомы более-менее, чего бы он хотел именно от вас? Даже не знаю, как… Естественно, я знаю, как это прокомментировать, просто я не знаю. Вы знаете, здесь какое-то волшебство сработало. Мы видим и короля кубков, и десятку кубков. То есть это чувство, это влюблённость. И здесь, смотрите, желание есть. Желание возгорелось в пламя страсти. Любовь и страсть, девочки. Знаете, мужчина в вас либо влюблён, влюбляется постепенно, он просто очень тяжело идёт на контакт или боится раскрываться, помнит о предыдущих своих уроках, где-то о ошибках. И, скорее всего, многие из вас, не все, но многие, уже завоевали его сердце. Десятка чаш — это любовь. Это любовь, это очень хорошие перспективы. Во многих случаях это желание построить серьёзные отношения. И туз — это страсть, но та страсть, которая перерастает во что-то более серьёзное. Это мотивация уже для действия. И здесь идёт хорошая основа. То есть у мужчины появляются силы для того, чтобы делать дальнейшие шаги, для того, чтобы развивать ваши отношения. Ну-ка, давайте ещё возьмём. Совет, рекомендация. Чего не нужно делать, возможно, потому что, знаете, с этим мужчиной нужна тактика в любом случае, даже если он влюблён и опьянён вами, то тактика должна быть, знаете, думать наперёд. Потому что можно расслабиться с таким человеком и сделать неверный шаг, как-то пойти, не соблюсти те правила, о которых было уже сказано. То есть даже Любовь не даёт права влюблённого человека манипулировать. Ну или как? Становиться, знаете, как после кашки борзянки, да? Даже палец по локоть откусят. Вот то есть к нему, к этому мужчине, такое поведение, но недопустимо. Он лучше перестрахуется, как бы он ни любил или как бы он ни желал. Он хочет всё равно, чтобы женщина была более близка и адекватна, без перегибов, без излишних претензий. Верность, искренность, честность и преданность. Помешать может обратное. Помешать может, если у вас есть муж, мужчина, если у вас вообще кто-то есть. Мужчине этому сложно делить, женщину с другим мужчиной. Для него здесь стоп, для него это опасность, для него это комплекс и просто нежелание. Может быть, у вас есть такие отношения, но они подвержены. Несмотря на любовь, если она уже возникла между вами, чувства, то есть тут очень страхи и где-то даже возможны такие перегибы, уход в себя. если человек не свободен, сам женат и сложно сделать выбор, то, знаете, здесь может быть и так. Он в любом случае ревностно как-то относится к вам. Давайте теперь ещё зададим один вопрос. Что вас ждёт на ближайшее время с этим человеком? Девочки, десятка кубков, ну-ка, что перекрывает? Смотрите, счастье и радость в том случае, если это новый опыт или вы относитесь с новизной, это могут быть гостевые отношения, это что-то новое, новаторское, это не патриархальное, то есть привычный уклад жизни, размеренный, да, это что-то из ряда вон выходящее, это на разные города и страны жить, это по интернету, общаться чаще, может быть, или на расстоянии, либо вы вместе в горы, в леса, в тайгу, куда-то вас несёт двоих, то есть вы неординарные личности, дорогие, вот ваше счастье, к сожалению, это, скорее всего, не для тех девочки, кто смотрит, кто желает прям семью, уют, прям вот дом, гнёздышко, пока никакого гнезда здесь нет, здесь отношения двух пионеров, что поможет? Это неординарность принятия решения, мы не говорим, что должно быть глупо, по дураку, но новаторство, необычность, какие-то таланты и творческий потенциал, вы, может быть, вообще прекрасно поёте, читаете стихи, или у вас дух первооткрывателя свободный, свободолюбивая, здесь идёт, девочки, атмосфера, то есть, и смотрите, опять выходит королева мечей, да что же это такое? Девочки, может быть, он у вас боится, понимаете, здесь нужно какое-то обнуление, может быть, вы даже немножечко сейчас на расстоянии, и не просто на расстоянии, какую-то взяли передышку и паузу, чтобы обнулиться, потому что выходят ещё страхи, и перезагруз просто, ох как, и дорога, и выбор, и влюблённые, и влюблённые мешают. Девочки, здесь идёт какое-то вмешательство, вот не знаю, здесь идут страхи, вот чего он боится, тот союз, который очень энергозатратный, и это сидит в голове, возможно, мужчина боится того, что очень похоже, типаж может быть похож, хотя вы можете совершенно быть другой, то есть женщина, которая уже обманула, которая уже его подвела когда-то. Для кого-то проиграется, что человек боится именно обнуления, человек боится сближаться, и ему лучше такой лёгкий союз, потому что он боится на самом деле, что разобьют его чувства, ожиданный удар какой-то. Вот это самый натуральный страх выходит. Ему нужна стабильность, и как парадокс, стабильность собственная внутренняя, в лёгкости, в свободе, и при этом должна быть ещё и верность. Это, конечно, очень сложно понять, осознать, ещё и озвучить. Нужно правильно, чтобы донести эту сложную информацию для вас. Но все люди разные, и здесь достаточно сложный и глубокий человек на самом деле. И вы такая же девочка. Здесь сейчас, кто смотрит, неважно через какое время вы будете осмотреть, исключительно неординарные личности. Только для вас подойдёт данный расклад. Те, кто не ищет лёгких путей. С другой стороны, ничего особо и не усложняете. У кого есть трудности, но эти трудности не на показ, и в принципе справляетесь, и всё у вас хорошо на самом деле. Я так надеюсь, что у каждого из вас, у каждого из вас сейчас возникли свои ассоциации, своё личное понимание, так как это проигрывается на вашу ситуацию. Дорогие, всем взаимности, подписывайтесь на канал. Кто ещё не подписался, ставьте, пожалуйста, лайки. Будет просто здорово. Вы поддержите мой канал тем самым. Ну и до новых встреч. Пока!